Ребят, всем привет! Вы на канале Рабочая Молодежь, и сегодня на нашем участке вновь раздаются звуки работающего инструмента. Впрочем, как и всегда. Но на этот раз мы строим мастерскую. Если вам эта тема интересна, то усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. О мастерской я думал уже давно, но все никак не доходили руки. Совсем маленькую строить не хотелось, а на большую необходимо много средств, чем опять же не обладаю. Немного поразмыслив, и взгляд невольно уставился на построенный в прошлом году навес в 100 квадратных метров. Строил я его для хранения прицепа, автомобиля, строематериалов, а также хотел выделить место под вольер для собаки. Немного умерив свои аппетиты, подумал, что материал спокойно полежит и на улице, а место для второго автомобиля это вообще зажиточно, решил отщепнуть треть площади под долгожданную мастерскую. Немного расскажу про сам навес. Для начала была подготовлена площадка, снят плодородный слой земли и засыпано все щебнем. Затем буром проделал углубление 60-70 сантиметров. Так как дальше шел сланец, этого было достаточно. Напилил 63 уголок толщиной 6 миллиметров и длиной по 1 метру. Половину забетонировал в лунках, а половину торчало над землей. Покрасил краской и проделал отверстия под болты 8 миллиметров. Затем к этим уголкам прикрепил брус 100 на 100. Далее все отпилил по уровню, сделал верхнюю обвязку, положил стропила и обрешетку. Далее натягиваю шнурку и уже по ней начинаю устанавливать 35-й профнастил толщиной 0,5-0,8 миллиметров и длиною 3 метра. Использую брус для удобства затаскивания наверх. Также пеньком прижимаю лист, чтобы ветром его не сдуло. Конечно от сильного порыва не спасет, но и при такой погоде заниматься этой работой не стоит. Немного не сошлось и получилось, что обрешетка на 5 сантиметров длиннее металла. Не беда, при помощи дисковой пилы все подрезаем и получается идеально. Что же, синоптики обещают неделю дождей и мы к ним готовы. Съездил на рынок и купил доску 40 на 100. Сложил под навесом. При помощи лазерного уровня нахожу самую высокую точку и уже от нее выставляю будущий уровень пола. Далее при помощи дисковой и ручной пилы делаю запилы в брусе. Топориком и стамеской убираю все лишнее. Просверливаю отверстие на 8 для будущего крепления. Настало время обработать дерево. При помощи краскораспылителя покрываю все септиком для тяжелых условий. Ну и как это часто бывает, немного мне не хватило. На следующий день заканчиваю работу, а также защищаю наши пропилы в брусе этим же составом. Ну а мы переходим к строительству основания для пола. Изначально вообще хотел залить все стяжкой, но посмотрев насколько сильный перепад, то склонился к каркасу. Конечно будет пружинить, но по трудозатратам и в финансовом плане этот вариант намного мне ближе. Замеряем расстояние, отпиливаем доски в размер, отмечаем места крепления, просверливаем отверстия и стягиваем при помощи болтов 110 на 8, увеличенных шайб и гаек. Для дополнительной надежности закручиваю пару саморезов 100 на 5. Итак, продольные лаги готовы и приступаем к установке поперечных. Их креплю при помощи усиленных уголков, а также глухарей 6 на 90 с каждой стороны. Решил не делать пропилы, так как думаю, что это скорее навредит жесткости, чем ее придаст. Лаги устанавливал на расстоянии 59 сантиметров друг от друга. Да и кстати, не вся площадь будет под мастерскую, часть пойдет под крытый вольер, о котором я обязательно сниму подробное видео. Ну а пока на улице шел морощащий дождик, работа продвигалась ударными темпами. Ну что же, первый шаг поставленной задачи выполнен и осталось дело за малым, это закончить строительство. Ну а если это видео было вам полезным, либо просто понравилось, то лучшая благодарность для меня это будет палец вверх, ну и конечно же ваша подписка. И как обычно, мы с вами не прощаемся.